Ничего нет, христиан. Да. Спасибо. Все. Как говорят, беседа лечит, сговоры мыслей отгоняет. Духовная беседа даже лечит. Да, да, да. Спасибо. Я, конечно, все понимаю, но мне тоже захотелось кое-что добавить. Вот с результатом этого круга действительно очень много говорилось о готовке, об общении, о многом, о разном, но как-то мало говорилось о собственных наших мероприятиях. Про мои мероприятия сказал Сергей, да и тогда сразу после их проведения тоже все высказались. То есть мне кажется, все-таки они пошли не зря. И пошли не зря. Что касается последних тоже я услышала, А вот лекции нашего уважаемого Сергея Владиславовича Как-то мало кто отметил, добрым словом, Как мало кто отметил, я хочу исправить. И это потому, что ехали-то мы не просто действительно поразвлекаться, а узнать о Рождестве с точки зрения поглубже узнать, получше. И Сергей нам дал такую возможность, вот, для меня лично эти лекции, они много нового открыли, потому что я не имею ни богословского образования, и, ну, таких знаний, то есть Сергей это просто кладезь знаний богословских. Вот. И вот это вот, то, что он нам рассказал, он сделал эту картину Рождества, вот, из одномерной, сделал трехмерной. Убил. Вот, как из открытки какой-то лубочной, это получилось иконное, или получился вот вертеп такой, очень красивый. И то, что вчера, вот, действительно, ну, получилось здесь такое множество-множство накладок, частично по нашему мнению, частично по объективным обстоятельствам, вот. И какое счастье, что был с нами Сергей, и согласился рассказать нам еще одну лекцию про честь жить. Вы тоже хотели остаться здесь. Были у него такие мысли, да, Сергей? Были. Ну, ты не остался здесь, поехала, и все, большое за это спасибо. Вообще за все лекции. Думаю, все ко мне просидели. Спасибо. Вот это вот общение, этот вот отдыху, была вот эта вот собранность, были знания, была возможность применить свой интеллект, загрузить мозг, вот, и это все благодаря Сергею. Спасибо. 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 Друзья мои, очень большое вам всем спасибо. У нас осталось еще одно заключительное мероприятие, как и последний аккорд нашего выезда, такой художественный. Мы вместе с вами создадим художественное произведение, все на фоне его сфотографируемся. Нам нужно еще некоторое время на подготовку, а вам, я думаю, на отдых. Я вас всех прошу вернуться сюда ровно через 10 минут. Можно не вставать. Хорошо, ровно через 10 минут взять с собой ручки и на чем писать. Аня решила, что через 10 минут формально. Что значит через 10 минут формально? Извините, я молчу. Это какой-то прикол, который мы не знаем. Давайте без 15 минут. Просто я сказал, давай попозже, ты сказала хорошо, и все равно через 10 минут. Давайте идти без 15 минут. Без 15 минут, это через 20 минут. Через 20 минут, это без 15,4. Без 15,4? Хорошо, без 15,4.